Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, давайте пробежимся по сегодняшним матчам. Сегодня выпуск у нас будет очень насыщенным. Во-первых, у нас матч в чемпионате против Ромы. Дальше игра, если я не ошибаюсь, то это четвертьфинал Лиги Чемпионов. Да, играем мы против ПСЖ, против, точнее, команды, за которой мы тоже уже делаем карьеру. Дальше у нас специя. В принципе, здесь можно и выдохнуть немного. Ну, в принципе, сейчас вообще нигде нельзя выдохнуть, потому что у нас идет одинаковое количество очков с Ювентусом, кстати, с которым мы тоже сегодня увидимся. Ну, дальше тут Наполе, Ювентус, Хелос Верона и Торино. Но мне почему-то кажется, что вот в эту неделю, в последнюю, если мы пройдем ПСЖ, добавят полуфинальный уже матч Лиги Чемпионов. Так, а что у нас по кубку? Мы вылетели или... Нет, так, это суперкубок. Нет, мы не вылетели, мы в финале. Отлично, он будет в мае, то есть в следующем выпуске. Поэтому давайте, в принципе, будем начинать матч против Ромы. И, честно, я не знаю, как будем мы сейчас здесь играть. Потому что очки нам очень сильно нужны. Ну, вот, правда, я не знаю. Давайте вторым все-таки составом, но где-то выйдут все-таки основные игроки, более-менее хотя бы. Так, ну и давайте Джека вот поставим, почему бы и нет. Попробуем, по крайней мере, так. И вместо, наверное, Дармиана я возьму Лаутаро Мартинеза. Все, вот таким составом мы выходим. Посмотрим, получится или нет. У нас завоевает три очка. Вызна все-таки встреча и очень серьезный соперник. Поехали. Итак, Рома принимает Интер. Очень важный матч. Перед, тем более, игрой в Лиге Чемпионов с ПСЖ. Но Ювентус отыграл свою игру. У нас матч в запасе. И на три очка мы как раз отстаем от первого места. Поэтому нам обязательно нужно сегодня выигрывать, чтобы оставаться на первом месте. Алексис Санчес. На Сенси какая передача. Ну и нужно забивать, и это 1-0. Забивает Сенси 17-ая минута. И вот неплохо Лозано. Убегает от защитников Лозано. И простреливать можно и Санчес 2-0. Пока что, как я и сказал, надо забивать еще один. Но дальше мы посмотрим. Давайте пока что поиграем в свой футбол. Раз мы уже навязали свою игру и получилось забить два мяча, попробуем навязать свой футбол. И постараемся забить третий, если уж получится. Ну а пока поконтролируем мяч. Борелло. Отлично. Какой прострел и забивает Дамфрис. 3-0. Вот так вот. Казалось бы, мы не рассчитываем на крупную победу. Лишь бы 3 очка. Но тут разгром. Отлично разыграли комбинацию такую. Борелло здесь исключительно добежал. Ну и прострел на Дамфрисе, который остался возле штрафной Ромы. После этого штрафного и забивает. Отлично. На выезде Интер громит Рому перед первым матчем четвертьфинала Лиги Чемпионов. А какой Галешник еще и Деврай забивает на 90-й. Два защитника у нас сегодня забили в концовке матча. Отлично. Но просто разгромище. 4-0. Оказалось бы, играем вроде бы вторым составом. Понятно, что некоторых игроков я менял. Но. Два мяча мы забили все-таки в концовке, где я уже и Сальседа даже выпустил. Поиграть, но который, правда, ничем сильно тут не запомнился. В принципе, кстати, нет. Запомнился. Именно на нем сфалили, когда забил Дамфрис. Вот. И все. По таким моментам больше нет. И финальный сесток. 4-0. Интер громит Рому на выезде. Итак, у нас предложение по Дармиану. Мы его выстрелили на трансфер. Предлагают 7600. Это даже больше, чем нам наши ассистенты говорят, можно за него выпустить. Поэтому давайте примем. Почему бы и нет. По возрасту уже возрастной футболист. Более 30 лет. Поэтому Риал Седат хорошая команда. Середняк Ла Лиги. Который может быть. Какие-то цели, задачи там потом себе поставит. Ну что же. Стартовый состав на ваших экранах. Наш. Именно таким мы и сыграем. Против PSG. Еще и первая игра у нас дома. Но разницы здесь уже особой нет. Но если будет ничья по двум матчам, то именно дополнительное время мы будем играть во Франции. Вот это вот минус. Состав. PSG. Видно только Тилиманса. И все. Остальных каких-то здесь нововведений у них нет. Начинаем. Итак, Лига Чемпионов. Четверть-финал. Интер против Париса Энджермена. Очень интересный матч. Очень серьезный соперник для нас в четверть-финале. Но попробуем. Почему бы и нет. Ну не успевает. Ну не успевает. За Николой Бореллой. И отлично. 1-0. Контратака шикарно прошла. И забивает еще и Лоутаро. Мартинес. 16-ая минута. 1-0. Так, спокойно. Вейналдум. Опасно, опасно. И все-таки сразу же буквально Вейналдум сравнивает. Не удержали мы его. Он и забил. Месси. И забивает Мбаппе. Вот так вот. Пока что волевая победа за ПСЖ. Еще в первом тайме они успели отыграться и выйти вперед. Поэтому надо стараться сейчас во втором тайме. Хотя зачем во втором? Может быть сейчас уже даже Лоутаро сможет. И отлично. 2-2. Дуплетом. Увидели болельщики два забитых мяча в конце первого тайма. И Лоутаро забивает дубль. На стопроцентный момент нельзя было. Джеко. Как он нашел этим пасом Хакана Челхануглу. Хакана Челхануглу. Ну надо забивать. Надо забивать. И забивает Лоутаро Мартинес. Это 3-2. Хэт-трик. Мартинес за ворота ПСЖ. Ну как сейчас развалилась оборона парижан. Как нашли этим пасом? Джека, кстати, нашел. Хакана Челхануглу на фланге. И дальше все вот. Пошло-поехало. Как надо. Шикарно. Это даже больше, наверное... Ну, кстати, я бил. За Эриксона-то я бил. Так вот получилось пробить. Слава богу. Лоутаро Мартинес успел быть первым на этом мяче. И мы снова выходим вперед. Ну и попридержали и на Джека. А тут все. Дальше на ПСЖ. Вы смотрите. Они всеми силами бросились в атаку. Джека на Лоутаро. И 4-2. Джека отдает голевую передачу на Лоутаро. А тот делает покер. В четвертьфинале Лиги Чемпионов Ворота ПСЖ. Ну вот просто сейчас отлично. Вышли мы в эту контратаку. ПСЖ ринулись вперед. Ну и как Джека. Ну он видит сегодня партнеров с этими передачами. То Лоутаро Мартинес вывел на отличную позицию. То сейчас. Ну вот сейчас, да, Лоутаро Мартинеса вывел. В предыдущем голе Хакана Челхануглу. Поэтому Джека, мне кажется, один из ключевых героев сегодняшнего матча. Но все-таки 4 забитых мяча от Лоутаро, естественно, перевысят оценку Эдина Джека. 4-2. Хорошая, уверенная домашняя победа перед ответкой в Париже. В два мяча ведем. Мне кажется, это очень хороший задел. Мы сделали сегодня. Даже мои ожидания как-то превзошли. Так, ну у нас сейчас игра против Специи. Они идут на 16-й строчке. Ну естественно, перед игрой с ПСЖ мы выпустим второй состав. Против этой команды. Рыбчинский, кстати, выступает за Специю. Играет центрального защитника. Ну это Коваленко мы видим. Поэтому начинаем. Ну что же, Сан-Сиро, либо же Джузеппе Миаце. Интер против Специи. Матч в рамках чемпионата Италии. Так, Димарко. Это больше он в центр. Смещается Сальседа на Димарко. Тут навес на Санчеса. И это 1-0. Отличная комбинация. Супер. Отбор такой. Отлично от Димарко. Что сейчас сделал Димарко? Санчес забивает. 2-0. 52-я минута. Дубль Алексиса Санчеса. Но здесь просто поймали. Поймали на ошибки. И Димарко выдает голевую передачу сейчас на Алексиса Санчеса. Аккуратненько все делал. Там около 11-метровой отметки было. Поэтому супер. Поставил корпус снова. Каков? Сальседа. Видаль. 3-0. Ну, удар Сальседа. В принципе, можно было бы, как в хоккее, засчитывать голевой. Но это все-таки футбол. Здесь голевой не было. Потому что воротарь просто отыграл на Артура Видаля. Сейчас распасовывается Интер. И снова Сальседа. Ну, а здесь вот уже убежал. И 4-0. Наконец-то Сальседа забил в конце матча. Рад за этого парня. И все. Финальный сесток. Такой же разгром, как и с Ромой в чемпионате Италии. Интер громит специю. Но уже дома 4-0. Итак, сейчас у нас ответная игра в четвертьфинале Лиги чемпионов против Paris Saint-Germain. Скорее всего, мы также сыграем первым составом. Потому что все-таки два мяча разницы есть. Но, как мне кажется, парижане смогут быстро это ликвидировать. Если приложить все усилия. И, кстати, вместо Серджио Рамоса будет играть Ким Пембе в старте. Ну, а дальше все остальные игроки. Кстати, Доноруму. Да, также убрали. Теперь Кейлор Навас. Но у нас состав без изменений. Поехали. Итак, Paris Saint-Germain принимает Интер в рамках ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов. Счет 4-2. В серии, если можно так сказать, в пользу Интера. Но посмотрим, получится или нет Интеру выйти в полуфинал Лиги чемпионов. И снова контратака. Снова момент. И пас на Лаутаро. А Лаутаро на Берарди. И Берарди забивает. И это 5-2. Вот тогда в первой же контратаке Интер забивает буквально первым своим ударом в этом матче. 25-ая минута. Лаутаро отдал голевую на Домнику Берарди. И тот забил очень важный гол. Разница теперь в 3 мяча между этими командами. Выждал эту паузу и пробил. Эриксен. Ну, почти. А вот и опасный момент. И снова Вейналдум. Перед самым перерывом ПСЖ сравнивает счет в матче. И разница все так же в 2 мяча. Пас Джека на Лаутаро Мартинеса. Но нужно решать. И Джека забивает победный гол Интера в сегодняшнем матче. 6-3 по итогу. И Интер одерживает еще и победу на выезде. Ну, что же. 2-1 на 90-й минуте. Джека вырывает победу. И Интер будет играть в полуфинале Лиги Чемпионов. ПСЖ остается ни с чем. Ну, что же. Сыграли абсолютно все команды в четвертьфинале. Бенфика прошла Атлетика Мадрид. Севилья прошла Спортинг. И Баруси Дортмунд прошла Челси. Поэтому, мне кажется, это очень легкая Лига Чемпионов будет для нас. Если, конечно, не Баруси, а нам сразу попадется. Поэтому и Севилья с Бенфикой можно было бы сыграть. Поэтому просто ждем нашего соперника по полуфиналу Лиги Чемпионов. Ну, повезло действительно. Так, ну и прошла жеребьевка Лиги Чемпионов. В полуфинале мы будем играть против Баруси Дортмунд. Еще одной команды, про которую я снимаю карьеры на канале. Поэтому еще один матч нам добавился. Но, правда, это будет единственный матч в полуфинале. Ответная игра будет уже в следующем выпуске. Но все равно, матч-то у нас серьезный. Еще Наполи и Ювентус у нас идут два подряд. То есть, третья строчка и первая. Но будем играть, естественно, против них первыми составами. Вот состав в наших экранах. Не знаю. Пиццы увидел я в Наполе появился. Матип, Серджи Роберто. Вроде все. Все, остальные были. Поэтому начинаем. Ну что же, Наполи против Интера. Вторая строчка против третьей. Отрыв, конечно же, большой. Но все же соперники от этого настраиваются не меньше. Потому что Интеру нельзя терять очки. Иначе упустят вот эту вот грань лидерства с Ювентусом. Они сейчас делят первую строчку. И терять очки ни в коем случае нельзя. Тем более у Интера следующая игра как раз против Ювентуса. Где и нужно будет набрать вот эти три очка в очной встрече. И опередить Туринцев. Брозович. Брозович. И это 1-0. Ну просто додержали этот мяч в штрафной Наполе. И здесь закономерно довели атаку до ума. 1-0. Интер выходит вперед. Боррелла. И Джека вывел Борреллу на бьющую позицию. Тот и пробил. 2-0. И снова хороший комфортный счет для Интера. Поэтому снова поиграем в свой футбол. Постараюсь забить третий мяч. Снова опасный момент. Асимьен. И Шкринер срезает мяч в свои ворота. Ну вот так вот. 71-я минута. Лаутаро. Пошел в атаку. Ну вы просто смотрите на какой скорости сейчас. Лаутаро. Забивает. И ставит точку. 3-1. Уверенная выездная победа Интера. Вот так вот. Последние атаки. Лаутаро Мартинос забивает. И делает счет очень комфортным для Интера. Тем более здесь остались буквально считанные секунды. После развода мяча, мне кажется, в центре поля сразу же будет финальный свисток. Да, так и есть. 3-1. Интер одерживает очередную победу. Мы надеемся на то, что Ювентус потерял очки. Либо же сами сейчас будем стараться отобрать у Юви очки в очной встрече. Друзья, Ювентус потерял очки. Они сыграли в ничью. И интересно теперь узнать с кем. С Ромой. Причем дома, которых мы вынесли 4-0. Но дело это естественно никакого отношения к игре с Юви это не имеет. Мы также будем играть первым составом. Правда, вот здесь немножко теперь есть такая мысль, что не обязательно нам нужна победа. Ничья нас тоже в принципе стоит, но хотелось бы оторваться. Итак, Дармиан переходит все-таки в реал Соседат. 6,5 миллионов нам добавят. Ну что же, стартовый состав на ваших кранах. Челханугу немножечко подуставший, но других вариантов у меня все равно нету. Интер против Ювентуса. Первая строчка против второй. Многие игроки уставшие, конечно. Шоу почему-то играет правого полузащитника. Данила играет левого защитника. Тапсоба правого защитника. Квадрада центрального. Бамба центр полузащитника. Артур вообще слева. Поэтому тут вот это понятно, что баги фифы. Но поехали. Интер против Ювентуса. Сан Сиро приветствует всех болельщиков итальянского футбола и не только. И просто любителей красивой игры под названием футбол. Мы начинаем очень важный матч. Мне кажется, самый важный матч в концовке этого сезона в Италии. Так, подача. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот так вот просто пропустили. Скидочка какая-то с углового. И Данила забивает. Очень обидно. Надо обязательно забивать теперь. Опасный какой момент? Дибала и 2-0. Очень обидно, что так, конечно, выходит. Эриксон. Неплохо придержал. И Лаутару. Отлично! Есть еще время. Пушечным выстрелом Лаутару, конечно, обладает. Но вот сейчас надо бежать вперед. И хотя бы сравнять счет. Проигрывать нам сегодня ни в коем случае нельзя. Финальный свисток. Минимальное поражение дома от Ювентуса с счетом 2-1. Не настроились. Не настроились новые игроки Интера на этот матч с Ювентусом. И поражение. И теперь на одно очко снова Ювентус опережает Интер. Ну и теперь вряд ли Юви потеряет очки в концовке сезона. Ну что же, у нас выездная игра против Хелла Свероны. Сыграем вторым составом. Дальше у нас будет игра как раз против Баруси Дортмунд в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну а потом Торино. Там тоже, скорее всего, будем вторым играть составом. Потому что после Торино снова будет ответка уже против Баруси в полуфинале. Вот, вторым составом выходим. Поехали. Ну что же, Хелла Сверона принимает Интер в рамках Чемпионата Италии. Для нас это выездная игра. Проиграли Ювентус с счетом 2-1. Ну а теперь надо снова выиграть каждый матч. И надеяться на оплошность Юви. Сальседо неплох. Здесь и Лозанна уже. Ну надо забивать, и Лозанна это делает. В концовке первого тайма Ирвинг Лозанна. Забивает ворота Хелла Свероны. И 1-0. Санчес. И неплохо не было, мне кажется, офсайда на Сальседо. Ну а Сальседо забивает. На грани офсайда сыграл. 60-ая минута. 2-0. Так, Сэнси. Отличный выход 1-1 у него. И счет до разгромного. Довел Интер. 3-0. 68-ая минута. И какой галешник забивает Брума. 3-1. Шикарная, во-первых, подача была. Во-вторых, замыкание. И все. В сухую победить, к сожалению, Верону нам не получилось. И все. Финальный сесток. Уверенная выездная победа над Вероной. Со счетом 3-1. Настал тот день. И матч против Баруси Дортмунд не заставил себя ждать. Но. Если мы пройдем Баруси, то там очень будет легкий соперник. Либо Спортинг, либо Севилья. В финале Лиги Чемпионов. Поэтому посмотрим. Играем мы против Баруси, естественно, первым составом. У них. Марселло в составе. Линдилев, Зубельдия, Целик. То есть они полностью как будто сменили защиту. Эрера появился. Но остальные все как было. Малин и Холланд в нападении. Поехали. Итак, Баруси Дортмунд против Интера. Би-би-би стадион. Полуфинал Лиги Чемпионов. Поехали. Поэтому я надеюсь, что это просто все слухи. Джеко на Лаутаро. Шикарно. 1-0. Вот так вот. Увидел Лаутаро провал в обороне. И Джеко это тоже увидел. Он очень шикарно сегодня у нас в выпуске распасовывает. И хороший пас. И 1-0. Так, Эрин Холланд. А пас момент Эрера. И забивает. Вот так вот рядом с Ханданой чем мяч пролетает. И счет 1-1. Джеко показывал Лаутаро. Забегай, забегай. А вот Баррелла. Нужно, нужно забивать. И есть гол на 88-й минуте. Никола Баррелла выводит Интер вперед. Финальный звездок. Минимальная победа Интера на выезде. Ну, небольшой задел есть все-таки у нас. Поэтому это большой плюс то, что получилось выиграть у Баруси на выезде. Итак, сейчас у нас последний матч в сегодняшнем выпуске. Интер против Торина. Торина идут на седьмом месте. Но я все-таки выйду вторым составом, чтобы дать отдохнуть первому перед ответкой с Барусей. Став в наших экранах. Поехали. Итак, Интер против Торина. Последний матч в сегодняшнем выпуске. Но играем мы все-таки вторым составом. А Торина неплохо идут в чемпионате на седьмом месте. Поэтому нам ни в коем случае нельзя сегодня проигрывать, терять в принципе очки. Потому что Юви идут на первом месте. И у них лидерство в одно очко до нас. И какой момент и Верди забивают? 1-0. Торина повел в счете с 21 минуты. Санчес шикарно. Ну и забить. Ну и забить. Отлично. 1-1. Есть еще 30 минут, чтобы забить второй. И отлично. На 89 минуте Брозович и Борелло просто распасовались друг с другом. Замены сработали и Интер выходит вперед. Отлично. Все. Финальный свисток. Минимальная волевая домашняя победа Интера над Торина. Ну и на этом мы и закончим сегодняшний выпуск. Ну что ж, друзья. На этом все. Мы заканчиваем предпоследний выпуск за Миланский Интер. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok